Здравствуйте! В эфире программа «О чем говорят». В школах региона начались осенние каникулы. На этой неделе областной оперативный штаб принял решение продлить их до 8 ноября. О том, как провести это время с детьми, максимально безопасно и с пользой. Поговорим сегодня с родителями. У нас в студии председатель окружного родительского собрания Северо-Западного округа, член родительского комитета Красноярской школы Людмила Генералова и член окружного родительского собрания Поволжского округа, член управляющего совета школы села Дубовый и Мед Татьяна Антонова. Людмила Викторовна, Татьяна Александровна, действительно, как провести это время с пользой? Многие родители воспринимают осенние каникулы как такую передышку и возможность куда-то, может быть, съездить с ребенком. Как вы считаете, стоит это делать сейчас? Я считаю, что в данный момент, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в стране и, соответственно, в нашем регионе, этого делать совершенно не стоит. Тем более, что сейчас, в это сложное время, мы должны больше внимания уделять своим детям и своей семье. И, соответственно, в этот период я призываю всех родителей обратить еще раз внимание на своих деток. Сколько бы внимания мы им не уделяли, им все равно мало. Я, как мама 11-классницы, как мама девочки, которая переходит уже от одного этапа к другому этапу, к взрослому, очень ценю это время и стараюсь каждую минуту, каждую возможность проводить с ней. И в том числе родителям советую поустраивать семейные праздники, устраивать семейные мероприятия, придумывать свои семейные традиции. Хочу посоветовать, например, организовать семейную фотосессию. Она не обязательно должна быть профессиональной. Возможно, кто-то в семье занимается фотографией. Сейчас у всех замечательные телефоны, которые имеют возможность сфотографировать красиво. Вы будете готовиться к ней, вы будете ее проводить, а потом у вас останутся приятные впечатления от данного дня в виде фотографий красивых. И ребенок будет рад. И ребенок будет рад, и вы все вместе будете проводить это время. Будет что в соцсети выложить. Да, да, это очень актуально. Полностью согласна с Людмилой Викторовной. Также могу посоветовать всем родителям в период такой замечательной осени, в связи с тем, что с 26 октября разрешено посещение лесов, организовать совместную прогулку за грибами, просто погулять по лесу. Я считаю, что это очень важно побывать на свежем воздухе и отказаться от посещения общественных мест. Еще я хотела бы посоветовать всем родителям, чтобы они стали примером для наших детей. Пожалуйста, воздержитесь от поездок, откажитесь от путешествий, откажитесь от посещения... То есть вы имеете в виду заграничные какие-то путешествия? Да, конечно, заграничные путешествия. Сейчас можно все это компенсировать онлайн-платформами, то есть в онлайн-режиме посетить какие-то, просмотреть и посетить какие-то музеи, выставки. Все это доступно, все это бесплатно, все это очень интересно. Откажитесь от поездок в торговые центры, в развлекательные центры. Пожалуйста, станьте примером для собственных детей. Ведь дети делают то, что делаем мы с вами. Мы родители. Татьяна, вы как мама двоих детей. У вас и старшеклассник, и младшеклассник. Какие у вас в семье планы на эти каникулы? Ну, мы хотим как раз посетить природу, сходить всей семьей. Мы хотим организовать день приготовления вкусняшек, потому что у меня мальчишки любят печь. Это им очень нравится. Младший школьник у меня очень любит рисовать онлайн. То есть он создает какие-то аниме, монтирует видео. Ему это очень нравится. Ну, старшему сыну я, конечно же, посоветую и буду за этим следить, чтобы он продолжил подготовку к предстоящим экзаменам. Он должен правильно распределить свое время и уделять тоже школьным предметам. Вот, кстати, про распорядок дня. Насколько это важно, чтобы не откладывать все уроки, все домашние задания, которые были на каникулы на последний момент, и потом всей семьей быстрее, быстрее, в последние выходные все это делать. Как выстроить этот режим дня ребенка в каникулы, чтобы он потом легко вошел снова в нормальный рабочий ритм? Я знаю, что нам школа в этом поможет. В каком направлении? Будут созданы профильные смены. Они будут буквально в конце этой недели все расписание размещено на сайтах школы. И то есть там будет расписание. Дети должны будут, конечно же, под него подстроиться, соответственно, от этого, наверное, мы будем уже и сходить, и строить свой план. Людмила, вы говорили о ваших планах на каникулы. Какие-то, может быть, еще онлайн-платформы, которые могли бы стать альтернативой посещению общественных мероприятий или, может быть, кинотеатров? Да, у нас есть замечательная вещь. У нас фестиваль «Кино детям» не прошел в полной мере из-за пандемии весной. Поэтому разрешено продлить данный фестиваль. И поэтому школа будет предлагать нам онлайн-платформы для того, чтобы мы совместно с детьми, либо дети самостоятельно, если вдруг мы мамочки, мы на работах, да, или другие законные представители тоже на работе. То есть самостоятельно посмотрели эти фильмы для дальнейшего потом обсуждения и дискуссий. Есть замечательные фильмы, которые детки могли бы посмотреть и самостоятельно, и с семьей вместе. Да, и я могла бы, кстати, посоветовать по поводу просмотра фильмов. Можно устроить семейный просмотр этих фильмов. Обратите внимание на такие фильмы, как «Сестренки» и «Крик тишины». Это история судьбы, то есть трогательная история судьбы детей в годы Великой Отечественной войны. Посмотрите, вы не пожалеете. Масочный режим у нас в Самарской области продолжает действовать. Как в этом плане, ну, конкретно с вашими детьми разговор строится? То есть насколько дисциплинированно они носят маску? И как вообще объяснить, особенно подростку, необходимость носить маску? То есть, может быть, он и понимает, но нет каких-то протестных настроений в этом смысле? Нет, протестных настроений совершенно нет. Я считаю, что те, кто не понимают, что нужно, что необходимо в данное время носить маску, это все, ну, возможно, от недостатка знаний, от недостатка каких-то моментов. Нужно просто разъяснять ребенку, разъяснять, чем он опасен для окружающих, чем окружающие опасны для него. Получая эти знания, ребенок, я думаю, что ни один из детей не воспротивится носить маску. Да. То есть нужно просто разъяснять. Да, нужно продолжать разъяснительную работу, потому что мы все должны заботиться о своих близких. У всех, я думаю, есть старшее поколение. Чтобы обеспечить их здоровье, мы должны об этом заботиться. И думаю, даже подростки, они, возможно, может быть, и забывают когда-то эти моменты, но они не противятся. Мы живем сейчас в такой эпидемиологической ситуации, что все уже, скорее всего, привыкли к этому. А младший ребенок как у вас воспринимает вообще все происходящее и эту ситуацию? Младший – это вообще очень интересно. Когда я прихожу домой с работы, он мне говорит, мама, ты помыла руки? То есть он очень дисциплинирный в этом направлении. Летом даже, когда мы ему говорили, Илюша, иди погуляй, он нам говорил, мама, папа, да вы что? Коронавирус. То есть ребенок все понимает уже. Да, у маленьких детей у них более пластичная психика, они как-то более воспринимают это все, у них как-то это на подкорки закладывается, особенно вот эти вот все правила. И благодаря педагогам, учителям, которые постоянно проводят разъяснительную работу, то у них это закладывается лучше. Кстати, вот про школу. А как в школах, конкретно в ваших, обеспечена безопасность сейчас? То есть учебный год начался уже в обычном очном формате, не дистанционном, как это было весной. Как сейчас строится работа? То есть разделены потоки? Да, у нас, во-первых, есть термометрия, термометрия обязательно при входе, что позволяет выявлять сразу заболевших детей. То есть сразу на входе всем усмиряют температуру? Сразу на входе, да. Есть несколько входов у многих школ. Если нет такой возможности, значит потоки разделены по времени. То есть один класс в определенное время заходит в определенную дверь. Да, бывает, что, например, чуть пораньше приходится вставать. Но благодаря этому, я считаю, что у данных мероприятий профилактических есть и результат. Благодаря этому, вы знаете, мы заметили такую тенденцию, что дети в этом году меньше болеют ОРВИ. Нет вот таких массовых заболеваний ОРВИ, как, например, были в прошлом году. Там в классе много человек отсутствовало. Вот настоящего, слава Богу, такого нет. И, возможно, как раз продленные каникулы помогут адаптироваться детям к той сейчас погоде, которая у нас устанавливается. Это более холодно, чем до этого было. И, возможно, мы переживем этот период более благополучно. Да, я согласна на то, что на сегодняшний момент в нашей школе, по крайней мере, и в нашем округе дети болеют меньше. И я думаю, что это связано как раз с тем, что благодаря установленным требованиям, всем мерам, которые принимаются нашими образовательными учреждениями, мы этого достигли. В нашей школе конкретно тоже разделены потоки начальной и старшей школы. То есть определены разные входы. Да, проводится утренний фильтр, где детям измеряется температура бесконтактными термометрами, то есть термометрией. И обрабатываются руки кожными, антисептиками. За каждым классом закреплен отдельный кабинет. В школе, в самих кабинетах, в коридорах, в столовой, в спортивном зале проводится обеззараживание воздуха специальными циркуляторами. То есть во время перемен проветриваются классы, во время уроков проветриваются коридоры. Обязательном порядке проводится ежедневная дезинфикация всех поверхностей контактных всего образовательного учреждения. У нас имеется школьный автобус. В школьный автобус и водители сами обрабатывают весь салон автобуса тоже дезинфицирующими специальными средствами. Когда ребята входят и сопровождающие в сам автобус, им обрабатываются руки. В самом автобусе они находятся в средствах индивидуальной защиты, то есть в масках, в перчатках. И водитель также пребывает в маске и перчатке. Благодаря этим мерам мы сохраняем здоровье наших детей. То есть вы, как мамы, спокойны? Да. Сейчас вопрос о дистанционном обучении не стоит, но все равно всех родителей, я знаю, он остро волнует. Что можете сказать в защиту именно очной формы обучения? Какие плюсы для ребенка вы в нем видите? Именно очные? Ну, очное обучение, безусловно, это классическое обучение. Обучение вместе с социальной адаптацией ребенка. То есть ребенок не может обучаться индивидуально, не общаясь со своими сверстниками. Ну, как сказала, практика может, но может быть не под тем, что... Может, но это сложнее, да. Конечно, это испытание и для родителей, и для ребят. То есть и ребятам сложнее было бы учиться дистанционно, и родителям, конечно, это целое испытание, потому что семьи у нас разные, родители разный, подход к этому разный. Вот, поэтому, конечно, ребенку лучше учиться в социуме со своими сверстниками. Напрямую общаться с педагогом, который дает ему не только знания, да, но и какие-то другие вещи, понимание существующей действительности. Потому что школа же, ну, она, как правило, не только знания дает, да. Школа – это, как правило, школа жизни. Поэтому я считаю, что очень важно сохранить, пусть при таких мерах, ограничениях, но сохранить обучение очно для детей. Очень важно. Мы, конечно, родители будем убеждать и стараться принимать все возможные меры для того, чтобы и детей своих оградить, и, соответственно, для того, чтобы было понимание, что нужно сохранить эту очную форму обучения. Спасибо. Я напомню, у нас в студии сегодня были председатели Кружного родительского собрания Северо-Западного округа, члены родительского комитета Красноярской школы Людмилы Генералова и члены Кружного родительского собрания Поволжского округа, член управляющего совета школы села Дубовый и Мед Татьяна Антонова. Это была программа «О чем говорят». Берегите себя и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин